Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать о 83 тайнах и загадках океанов, которые не разгаданы до сих пор. Из этого видео вы узнаете следующее. Таинственное море дьявола. Тайна звука, записанного в южной части Тихого океана, в 1997 году. Загадка бессмертной медузы. Лицо на дне океана. Тайна биолюминесценции океана. Почему некоторые млекопитающие вернулись в океан? Почему киты выбрасываются на берег? Есть ли золото в океанах? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет, очень интересный бонусный факт для всех досмотревших, этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты, на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео, мы обязательно разместим в заключении следующего ролика, с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. Некоторые говорят, что граница наших знаний о мире лежит в космосе, однако они льстят себе, границы наших знаний, все еще на Земле. Мировой океан, по-прежнему представляет собой одну из величайших загадок природы. Многие из нас принимают океан как должное, но он огромен, могуч и почти бесконечен, и его глубины могут таить в себе множество невероятных тайн и загадок, которые не разгаданы учеными до сих пор. В заключительном пункте, я расскажу самые интересные факты об океанах. 1. Дорога Бимини. Дорога Бимини, также называемая стеной Бимини, располагается на Багамах. Она лежит под водой на глубине всего около полуметра, так что ее можно увидеть сквозь воду. Некоторые ее камни достигают в длину 6 метров. Кто-то считает, что она образовалась естественным путем, кто-то, что ее проложили люди. Остается лишь один вопрос, зачем прокладывать дорогу под водой? 2. Молочное море. До 2005 года ходили слухи и легенды, что какие-то части океанов и морей могут светиться белым, по несколько дней подряд на расстоянии до 100 тысяч квадратных километров. И в 2005 году фотографии, со спутников это подтвердили. Но вопросов и загадок от этого меньше не стало. Потому что молочные моря, неуловимое и редкое проявление биолюминесценции, причем появляется оно только на северо-западе Индийского океана, у берегов Африканского рога и в водах, окружающих Индонезию. По одной из версий, молочные моря появляются из-за люминесцентных бактерий Вибрия-Харвея, создающих продолжительное свечение на воде. Но непонятно, что приводит их к такому обширному появлению. 3. Пирамиды Энагуни. Эти потрясающие древние пирамиды были найдены в Японии, возле острова Энагуни. Исследователи говорят, что они могут быть старше, чем египетские пирамиды. Все это замечательно, но как именно они оказались под водой? Никто не может сказать точно. Если они рукотворны, возможно, они были частью города. Но ведь люди не могут жить под водой. Или, когда-то могли. Или их построили не люди. Кто знает. 4. Подводные водопады. Вопрос для философов, любящих загадки типа «Может ли Бог, создать камень, который сам не сможет поднять?» Как может существовать подводный водопад, если вода повсюду? Тем не менее, подводные водопады существуют, и даже могут быть очень опасными, течения, которые образуются возле них, способны разрушить корабль. Пока ученые обнаружили семь подводных водопадов, и скорее всего это не все подобные явления, о которых мы знаем. Самый большой из них находится у берегов Дании. 5. Подводные круги на полях. Вы ведь знаете о кругах на полях, загадочных узорах, глядя на которые, люди думают, что эти круги оставили НЛО при приземлении? Итак, эти круги существуют и под водой. Видимо, инопланетян не очень-то беспокоит, куда именно приземляться, на сушу или в океан. На самом деле ученые считают, что эти следы, остаются от ритуала спаривания одного из видов рыб, это не так интересно, как версия с инопланетянами, но что поделаешь? 6. Бермудский треугольник. Точками так называемого Бермудского треугольника являются Майами, Пуэрто-Рико и Бермуды, но не волнуйтесь, если вы забронировали поездку в любое из этих направлений. Несмотря на то, что область известна необъяснимыми исчезновениями кораблей и самолетов, на самом деле нет никаких доказательств того, что она более опасна, чем любое другое место в мире, или что здесь есть какое-либо сверхъестественное явление. Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы признает, что могут быть научные причины исчезновений, такие как вероятность ураганов, быстрые изменения погоды из-за Гольфстрима и многочисленные острова в Карибском бассейне, которые создают сложную навигацию. Агентство также признает, что этот район может влиять на навигационные приборы, смещая показания в точку истинного севера от магнитного севера. Или что океанический метеоризм, взрыв метана из моря, мог каким-то образом повлиять на суда и самолеты. 7. Подводный город у острова Куба. Серия подводных структур была открыта у берегов острова Куба в 2001 году. Эти структуры немало заинтересовали археологов, историков и охотников за Атлантидой со всего мира. Сделанные группой исследователей морского дна, сонарные изображения показали симметричные и геометрически правильные структуры, которые располагаются на площади около 2 квадратных километров на глубине от 600 до 750 метров. Скептики считают, что эти структуры находятся слишком глубоко, чтобы они могли быть делом рук человека. По оценкам, чтобы сооружения погрузились на такую глубину, должно пройти не менее 50 тысяч лет. Если будет найдено убедительное доказательство, что структуры созданы человеком, то они смогут многое, добавить к нашим знаниям о древних майя и их предках, города которых погрузились в глубины океана. 8. Море Дьявола Море Дьявола – это зона в море, примерно в 100 километрах от японской столицы Токио, возле территории Гуам. Многие моряки боятся заходить в эти воды. Здесь затонуло множество кораблей смельчаков, пытавшихся пересечь море Дьявола. Сильные бури и шторма, разражаются в этом районе на ровном месте, среди ясного неба. Кроме того, здесь никто не живет, ни рыбы, ни птицы, ни киты, ни дельфины. Скорее всего с этим связано что-то, чего мы, люди, не знаем. 9. Светящиеся и вращающиеся подводные круги. Еще одна настоящая загадка – таинственные круги Блисперсидского залива, которые светятся и вращаются. Некоторые ученые утверждают, что это планктон, однако большинство исследователей с этим не согласны. Скорее всего это еще одно из непознанных океанических явлений. 10. НЛО в Балтийском море. Это, пожалуй, даже слишком загадочно даже для этого списка. Некоторые люди считают, что то, что мы принимаем за НЛО на дне Балтики, просто камень. Другие говорят, что это старинная затонувшая подлодка. Но этот аппарат выглядит так, словно только что вышел из кадра «Звездных войн». Команда исследователей, обнаружившая его, утверждает, что он покоится на огромном столбе, а внутри него имеется словно бы лестница, ведущая в черную дыру. Неважно, верите вы в приведенные тут версии или нет, ясно одно, определенно, это действительно загадка для человечества. 11. ОКЕАНСКОЕ ДНО. 70% поверхности Земли находится под океаном, но 95% ее остается не исследованной для человеческого глаза. Факт заключается в том, что мы знаем больше о поверхности Марса, чем о морском дне океана. Ученые уже смогли отобразить все дно океана, но разрешение невероятно плохое, поэтому мы можем визуализировать только объекты, размером более трех километров. Текущие исследования, такие как морское дно 2030, нацелены на то, чтобы привлечь больше внимания к океанскому дну, чтобы мы могли лучше видеть и понимать, что там происходит на самом деле. Большинство из нас никогда не видели океанское дно, поэтому рисуют в своем воображении плоскую, каменистую поверхность, с которой мы обычно сталкиваемся, когда немного отдаляемся от берега во время купания. Тем не менее, если вы заплывете достаточно далеко, вы обнаружите, что на океанском дне вообще нет ничего плоского или однородного. Оно представлено разнообразными ландшафтами, как и суша, с огромными горами, глубокими ущельями, ведущими в никуда, подводными вулканами и так далее. Это самая неисследованная часть океана, поскольку мы пока что смогли нанести на карту, лишь около 15% океанского дна. Это делается с помощью метода, основанного на гидролокаторе и называемого многолучевой батиметрией. Многие современные корабли оснащены многолучевыми гидролокаторами, предназначенными для картирования океана. Тем не менее, большинство коммерческих судов курсируют, только по одним и тем же морским маршрутом, ввиду чего большая часть океанского дна остается, не нанесенной на карту. 12. Фиолетовый шар. В 2016 году исследователи из Ocean Exploration Trust, общество, основанного океанографом и первооткрывателем Робертом Баллардом, на борту разведочного судна «Наутилус», обнаружили странный фиолетовый шарик на дне океана в Калифорнии. Озадаченные тем, что это может быть, ученые шутили и прозвали его Блобус Пурпилис. До сих пор продолжаются исследования о том, что такое этот шар, но предполагается, что это новый вид виллутенидов, тип улиток. 13. Гигантский кальмар. Это огромное животное может быть мифическим кракеном, представленным в пиратах Карибского моря и 20 тысяч лье под водой Жюля Верна. Хотя маловероятно, что гигантский кальмар действительно атаковал корабли, до сих пор очень мало известно об этом таинственном существе из океанских глубин. Его даже не могли сфотографировать живым до 2004 года. Подводное видео появилось только в 2012 году. Ученые практически ничего не знают о жизни этих глубоководных гигантов, даже о том, насколько они велики. 14. Синий кит. Эти таинственные морские гиганты являются самым большим животным на Земле. Но частично из-за китобойной торговли, охоты на них, они дошли почти до вымирания, плюс их медленное размножение. В результате мало что известно об этих неуловимых созданиях, в том числе, как долго они живут, когда достигают половой зрелости или специфика их размножения. Застенчивость животных также затрудняет их наблюдение. Недавно видео невиданного ранее поведения голубых китов у Шри-Ланки вызвало споры среди экспертов. Исследователи планируют узнать больше. Синие киты славятся своими песнями. Каждый синий кит, способен создавать уникальную частоту для общения. В то время как другие виды китов тоже обладают этой способностью, песни синих китов известны своими вариациями и уникальным стилем, чего мы однако не знаем, так это с какой целью они используются. Морские биологи уже долгое время пытаются интерпретировать песни, издаваемые синими китами, но пока мы можем только догадываться, что они означают. Вдобавок ко всему, песни кажется с каждым годом становится все глубже. Синие киты последовательно снижают тональную частоту, по меньшей мере, с 1960-х годов, когда мы впервые начали их записывать, и мы до сих пор понятия не имеем, почему. 15. Звук буль. Ничего подобного таинственному звуку буль, записанному в южной части Тихого океана, в 1997 году, ранее никогда не было услышано. Он был очень громким, низкочастотным и имел уникальный рисунок, который заставлял некоторых думать, что это недавно обнаруженное существо, скрывающееся в глубинах. Исследователи продолжали искать происхождение шума, в течение многих лет, пока в 2005 году они не объявили, что это был ледокол, звук, который происходит, когда айсберги отрываются от ледников. Хотя это рассуждение стало общепринятым, некоторые теоретики все еще считают, что здесь что-то иное. 16. Бессмертная медуза. Медуза – один из самых разнообразных видов животных, обитающих в океанах. Существует более двухсот подвидов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями, связанными со средой обитания. Некоторые виды медуз также довольно ядовиты, несмотря на их привлекательный внешний вид. Однако есть медузы, обладающие способностью, которой нет ни у одного другого вида жизни. Туритопсис дарнии – вид медуз, первоначально обитавший в теплых водах Карибского бассейна и Средиземного моря, является единственным известным нам организмом, который может восстанавливать свои клетки до состояния, как при рождении. Этот процесс непроизвольный и запускается только во время серьезных кризисов, таких как сильный голод или травмы. Туритопсис дарнии – единственное, биологически бессмертное живое существо, которое мы знаем. Его нельзя назвать по-настоящему бессмертным, поскольку оно все еще может угодить в рот хищника и умереть. Кроме того, мы до сих пор не знаем, как у медузы туритопсис дарнии развелась способность к такой регенерации. Ее клетки, по-видимому, способны полностью восстанавливать и даже обращать вспять повреждения, накопленные с течением времени. Именно они приводят к тому, что остальные из нас стареют и умирают. 17. Немо. Писатель-фантаст Говард Филлипс Лавкрафт в своем рассказе «Зов к Тулху», написанном в 1928 году, указал место в Тихом океане, где живет страшное гигантское морское чудовище. Позже оказалось, что рядом с указанными писателем координатами была определена точка Немо, которая считается самой труднодоступной для человека. Точка Немо стала кладбищем многих спутников. Туда отправляли станции «Мир» и «Салют», а также ракеты «Спейс-Икс». 18. Марианская впадина. Это место в океане у Марианских островов недалеко от Гуама, является самой глубокой точкой на Земле. Это больше, чем высота горы Эверест. Эту малоизученную морскую акваторию когда-либо посещали только три человека, два океанографа в 1960 году и кинорежиссер-исследователь океана Джеймс Кэмерон в 2012 году в первой сольной экспедиции. Внутри совершенно темно и только несколько градусов выше точки замерзания, с интенсивным давлением. Но каким-то образом морская жизнь сумела здесь выжить, даже процветать. Необходимы дальнейшие исследования, уникальной экосистемы. Но даже здесь никто не застрахован от загрязнения. Исследователи обнаружили доказательства наличия пластикового пакета в базе данных изображений из впадины. 19. Гигантская морская рыба. Это морские чудовища из прошлого. Эта змея, как существо, является самой длинной костной рыбой на Земле, может вырасти до 30 метров. Но поскольку они живут на огромной глубине, мало что о них известно. В 2013 году на берегах Калифорнии были найдены два экземпляра рыбы ремня, называют также сельдяной король, что дало возможность изучать образцы. Образцы ДНК могут помочь исследователям понять больше о жизни океана. 20. Остров Сэнди. Джеймс Кук наткнулся близ берегов Австралии, в Коралловом море на таинственный остров, и нанес его на географические карты. Затем и другие путешественники подтвердили наличие Сэнди. Причем люди рассказывали, что вокруг острова происходят странные вещи, сильное волнение моря и смерчи. Остров стоял посреди моря, до 2012 года. Но вдруг пропал. Ученые исследовали дно эхолотами, но Сэнди так и не обнаружили. Ученые разных стран, до сих пор не смогли найти ответ на эту загадку. А пока место, где когда-то был остров Сэнди имеет черный цвет, на картах Google Maps. 21. Бездна. Мы не говорим о фильме Джеймса Кэмерона 1989 года, об исследователях, которые находят глубоководную цивилизацию. Абиссальная морская зона в Австралии, или бездна, является одной из самых, плохо изученных сред обитания на планете. Ученые путешествуют в реальную бездну, область между 4 и 5 километрами под поверхностью, чтобы обнаружить новую морскую жизнь. Недавняя экспедиция в бездну под Австралией, обнаружила сотни новых видов, а также малоизвестных существ, таких как безликая рыба, которых здесь не видели с 1873 года, и другие редкие экземпляры. 22. Саргасово море, Атлантический океан. Издревле путешественники, рассказывают жуткие истории об этом море, которое не имеет берегов. Находится Саргасово море в конских широтах, где штили и субтропические циклоны случаются довольно часто. Из-за отсутствия ветропарусные суда, не могли тронуться с места и гибли. 23. Бомба Марк 4. В 2013 году дайвер Шон Смиричинский обнаружил у Тихоокеанского побережья Канады американскую атомную бомбу Марк 4, которая была потеряна в 1950 году. Бомба оказалась на дне в результате аварии, которая произошла с бомбардировщиком Б-36 ВВС США. Двигатели воздушного судна загорелись, и экипаж сбросил бомбу в Тихий океан. Удивительно, но бомба так и не взорвалась. 24. Исчезновение. В 1936 году пионер авиации Амелия Эрхарт решила совершить полет вокруг света по самому протяженному маршруту, держась как можно ближе к экватору. Уже спустя несколько часов полета ее самолет исчез с радаров, а связь прервалась. Предположительно, судно упало в Тихий океан, но обломки не были найдены. Тайна заключается в том, что после крушения в эфире были слышны искаженные сообщения. Получается, самолет не затонул. Предположительно, найдены обломки самолета на дне океана в 2024 году. 25. Красное свечение. В 2014 году пилот голландского Боинга 747, следовавшего 24 августа 2014 года из Гонконга Ванкоридж, заметил в океане неподалеку от Камчатки аномальное красное свечение. Явление было похоже на грозовые разряды, но было направлено вертикально вверх. Свечение исходило со дна океана, и когда самолет приблизился, оно стало еще ярче. Природа этого явления так и не разгадана. 26. Таинственная акула. Как уверяет японский ученый, в 2016 году ему посчастливилось заснять в Тихом океане акулу, не уступающую размерам вымершему мегалодону. Эксперты, соотнеся размеры животного с клеткой, пришли к выводу, что его длина составляет 18 метров. 27. Архипелаг Пальмира, Тихий океан. Этот коралловый остров скрывает жуткие тайны. До сих пор никто не может объяснить, отчего здесь страшным образом гибнут люди. Нехорошую известность получил архипелаг после крушения американского судна Пальмира в 1802 году. Почти весь экипаж корабля погиб от утопления и нападения акул. Но тех, кто достиг берега, ждали ядовитые ящерицы и огромные москиты. Говорят, что это по-настоящему жуткое место с черной аурой. 28. База инопланетян. Уфолог Скотт Уоринг, рассматривая спутниковые снимки океанского дна, обнаружил две огромные подводные пирамиды, неподалеку от острова Нью-Провиденс. Эксперт полагает, что это база инопланетян, но не исключает возможность того, что это могут быть творения неизвестной подводной цивилизации. 29. Мифический эксперимент. ВМС США 28 октября 1943 года предположительно провели эксперимент, во время которого якобы исчез, а затем мгновенно переместился в пространстве на несколько десятков километров эсминец Элдридж с командой из 181 человека. Официального подтверждения проведения эксперимента не было, но слухи не утихают до сих пор. В легенде утверждается, что удалось сгенерировать мощные электромагнитные поля, которые вызвали огибание эсминца световыми и радиоволнами. 30. Что это? Недавно океанологи, изучающие рельеф морского дна Тихого океана, увидели нечто загадочное. У побережья Калифорнии перемещалось неизвестное существо округлой формы, и размером 4 метра в диаметре. Объект оставил при движении след, длина которого составляет 59 километров. 31. Исчезновение экипажа лодки Сара Джо. В 1979 году пять жителей Гавайских островов отправились рыбачить на лодке под названием Сара Джо и пропали. Предположительно экипаж утонул во время шторма, но спустя 10 лет Сара Джо была обнаружена более чем в 3000 километрах от предполагаемого места крушения на атолле Таонги. Там же была найдена могила одного из пятерых человек, Скотта Мурмина. 32. Лицо на дне океана. Ллойд Стюарт Карпентер изучил топографические карты дна Тихого океана и обнаружил, что оно похоже на профиль человека, смотрящего вверх, будто на небо. Карпентер, набожный христианин, уже несколько лет изучает аномалии океана. Во вступлении к книге, посвященной этому открытию, Ллойд написал, он, по всей видимости, плачет. Его слеза, восточно-тихоокеанское поднятие, самый большой горный хребет на земле. Узнаете, почему лицо на дне Тихого океана плачет и куда смотрит. Также вы увидите дьявола, на дне южной части Атлантического океана, дракона на дне северной части Атлантического океана и ангелов на дне Индийского океана. 33. Затонувший город Дварка. Атлантида Индии, Дварка, является одним из наиболее изученных подводных мест в регионе и считается священным местом паломничества в индуистской религии. Санскритская литература даже провозглашает Дварку городом, основанным когда-то богом Кришной. Также считается, что ему 9000 лет, что предшествует индийской цивилизации, примерно на 4000 лет. 34. Биалюминесценция. Биалюминесценция долгое время пленит ученых и мыслителей, задокументированные упоминания о светящихся животных восходят к Древнему Риму и Древней Греции. Аристотель подробно изучил это явление и был первым, кто правильно предположил, что эти животные используют вовсе не тепло для производства света. С тех пор мы обнаружили множество живых существ, как на суше, так и под водой, которые обладают этой способностью, и каждая из них уникальна. И если с наземными животными все более или менее понятно, то с океанскими обитателями, особенно в глубоководных районах, дело обстоит иначе. Погружаясь глубже и находя еще больше животных, способных производить свет самыми разнообразными способами, мы начинаем склоняться к тому, что это может быть средство общения вместе, лишенным света. Согласно исследованиям, около 76% всех океанских обитателей обладают способностью к биолюминесценции, хотя мы понятия не имеем, как большинство из них ее используют. 35. Почему некоторые млекопитающие вернулись в океан? Все виды жизни берут свое начало в океане, однако большинство живых существ приняли решение выйти на сушу. За исключением таких морских млекопитающих, как киты и ламантины, которым не понравились условия, и они решили вернуться в воду. Биологи не могут объяснить, почему они это сделали, поскольку это не имеет особого эволюционного смысла. Например, ранним китам было трудно даже плавать под водой, поскольку у них давно развились конечности и телосложения, приспособленные для выживания на суше. У них также отсутствовали органы, которые помогали им выживать под водой. Все морские млекопитающие по-прежнему дышат с помощью легких, как и млекопитающие, обитающие на суше. 36. Таинственные формы жизни под Антарктидой. Если бы мы решили перечислить самые негостеприимные экосистемы на Земле, то Антарктида определенно была бы в верхней части списка. Под ледяным покровом находится обширная территория, площадью около 13,7 миллиона квадратных километров, где отсутствует видимость и наблюдаются стабильно низкие температуры. Из-за неблагоприятных условий у нас нет возможности исследовать ее в полной мере. Тем не менее, во время исследований британской антарктической службы, было обнаружено, что жизнь под Антарктидой не только более разнообразная, чем мы думали, но и весьма загадочна. И хотя мы всегда знали, что там обитают известные нам виды, например, рыбы, черви и некоторые виды ракообразных, все они являются мобильными хищниками или падальщиками. На этот раз, однако, ученые обнаружили несколько видов организмов, которым для выживания требуется постоянный поток пищи, сверху и солнечный свет. Исследователи понятия не имеют, как и почему они там живут, имеет ли это эволюционный смысл. Более того, многие виды, обнаруженные в ходе исследований, не были знакомы науке. 37. Рог Нарвала. Это очаровательное создание на фото Нарвал. Относится к китообразным, любит рыбу и головоногих моллюсков за их вкус и питательность, плавает в холодных арктических водах, старается не связываться с белыми медведями и касатками. Короче, животное в целом бесхитростное, если бы не одно «но». На голове у Нарвала торчит огромный бивень, это верхний левый зуб, который растет наружу прямо сквозь десну и верхнюю губу. У некоторых уникумов вырастает даже не один, а два таких бивня. В основном ими оснащаются самцы, но иногда и самки могут похвастаться таким украшением. Длина бивня от полутора до трех метров, вес до 10 килограмм. Один-два бивня единственные зубы Нарвала, кроме них у бедняги ничего нет. Поэтому приходится глотать еду целиком. И ученые до сих пор в толк не возьмут, а зачем собственно нужен этот зуб. Как оружие он не то чтобы сильно полезен, хотя довольно прочен, и даже может гнуться сантиметров на 30 во все стороны без вреда для себя. Ломать им льды тоже не очень удобно слишком тонок. Да и наблюдений, чтобы Нарвалы искусно фехтовали своими бивнями в бою, что-то не зафиксировано. Одна из теорий гласит, что бивень служит украшением для самцов, скажем как хвост у павлинов или рога у оленей. Чтобы было, значит чем потрясти перед соперниками во время брачных состязаний. Но это не объясняет, почему он есть и у самок. Еще вариант бивень служит неким органом чувств, благо он пронизан нервными окончаниями. Возможно по нему, как по антенне, Нарвал получает данные о состоянии дел в морской воде. Но исследования показывают, что и без бивней Нарвалы отлично ориентируются, так что выросты похоже не являются необходимыми для выживания. И наконец, последняя теория, бивень используется как дубина, чтобы глушить им арктическую треску. Звучит странно, но некоторые Нарвалы применяют свой клык и для такой цели. В общем реального назначения бивня Нарвала, ученые пока еще не раскрыли. 38. Как в глубоком море развелась сложная жизнь. На протяжении миллиардов лет жизнь в глубинах океана существовала только в виде микроскопических одноклеточных организмов. Затем, около 570 миллионов лет назад, что-то произошло, и внезапно появилась сложная жизнь. Она просуществовала в глубинах океана почти 15 миллионов лет, прежде чем выйти на сушу. Все современные многоклеточные организмы от растений до лошадей и морских животных могут проследить свои корни до того периода. Этот переход от простых организмов к сложным формам жизни остается одной из самых запутанных тайн эволюции. Все сложные формы жизни отличаются от одноклеточных существ на фундаментальном уровне, и неясно, как или даже когда именно был совершен переход. Одна теория гласит, что архея, древняя одноклеточная форма жизни, которая рано отделилась от других одноклеточных существ, служит ключом к разгадке. Это вписывается в более широкий вопрос о том, почему сложные существа вообще эволюционировали, поскольку жизнь просуществовала в простой форме, миллиарды лет без намеков на эволюцию. 39. Сеноты. Сеноты это своего рода взаимосвязанные природные колодцы, расположенные по всему полуострову Юкатан в Мексике. Майя считали их священными, и это одно из самых загадочных природных образований, которые мы знаем. Помимо артефактов эпохи майя, погребенных в их глубинах, сами сеноты образуют обширную сеть пещер, которая до сих пор остается неизученной должным образом. В настоящее время на полуострове Юкатан насчитывается около 6 тысяч задокументированных сенотов. Спелеологи считают, что по всему региону находится гораздо больше таких колодцев, а также совершенно новые экосистемы и формы жизни, с которыми мы, вероятно, прежде никогда не сталкивались. 40. Мы с доброй надеждой. Возле южноафриканского побережья расположен район, который называют пролив доброй надежды, мыс Бурь. Он издревле считается опасным для судоходства, потому что множество судов нашли здесь свою гибель. Основная причина трагедии это переменчивая погода, а также волны убийцы, которые называют кипроллерами. Это воловые волны, которые перемещаются по поверхности воды подобно катку. Их высота может составлять 30 метров и выше. Огромные и массивные образования, такие волны могут перемещаться на большие расстояния. При столкновении с другими волнами, даже с подобными себе, они не меняют формы. Соответственно, перед волной образуется столь же гигантская впадина. Волны у пролива доброй надежды являются наиболее кровожадными и разрушительными из всех подобных, зарегистрированных в мире. 41. Почему киты выбрасываются на берег? Толком неизвестно, почему китообразные, дельфины, белухи, морские свиньи, кошелоты и прочее, выбрасываются на берег. Но у ученых есть несколько предположений об этом странном поведении. Первая теория. Киты, морские свиньи, тюлени и дельфины выбрасываются на берег, если страдают от заболевания или раны. Точнее они выплывают на мелководье, чтобы не тратить силы, поддерживая себя на определенной глубине. А с мелководья их выбрасывает приливными волнами. Либо же молодые особи могут заплывать на мелководье и даже выбрасываться на берег из-за неопытности. Согласно второй теории, китообразные выбрасываются на берег из-за шумового загрязнения океана. Сигналы, идущие от низкочастотных приемников и сонаров, на военных кораблях и субмаринах, травмируют органы слуха и их локации. Из-за этого животные плывут ближе к берегу, где их приливные волны также выталкивают на берег. Третья теория предполагает, что во всем виновата социальная сплоченность морских животных. Если один кит выбрасывается по тем или иным причинам на берег, то остальные особи следуют за ним. Четвертая теория. На поведение животных влияют перемены в морских течениях, повышение температуры воды и общее загрязнение мирового океана. Из-за тысяч тонн нефти и мусора на поверхности океана, животные могут отравиться токсичными веществами. 42. Причина обитания гигантов на морском дне. Существует научное понятие глубоководный гигантизм, которое объясняет тенденцию морских обитателей, проживающих в темных океанических глубинах, к увеличению размеров. Действительно, некоторые из этих организмов обладают невероятно большими размерами. Например, гигантский равноногий рак родич наземных мокриц, но имеет размеры до 45 см и вес до 1,7 кг. Гигантские изоподы могут достигать 76 см в длину. Ремень рыба или сельдяной король может иметь размеры до 11 м и вес до 270 кг. Гигантский кальмар имеет длину до 13 м и может опрокинуть лодку. Различные японские крабы-пауки, с размахом передних ног до 3 метров, и гигантские бокоплавы, раки длиной до 34 см, также вызывают испуг своим внешним видом. Большие красные медузы и волосистые цианеи с двухметровыми куполами, напоминают пришельцев с других планет. Пока не ясно, почему животные на морском дне так увеличиваются в размерах. Одна из гипотез, связана с недостатком пищи чем больше тела, тем эффективнее ловится планктон. Еще одна теория касается отсутствия хищников, которые испытывают трудности в охоте на таких глубинах. Также предполагается, что на глубине кислород в воде содержится в более концентрированных объемах, что облегчает его усвоение и улучшает обмен веществ. Возможно низкие температуры заставляют организмы увеличивать свои размеры, чтобы эффективнее сохранять тепло. 43. Подводные реки. На дне океанов существуют подводные реки, а точнее, случаи так называемого холодного просачивания. Это подводные участки, где сероводород, метан и другие углеводороды просачиваются через трещины на дне, смешиваются с морской водой, а затем медленно движутся, подобно рекам. Ученые считают, что холодное просачивание связано с тектонически активными зонами океанов, движениями земной коры. Например, это явление зафиксировано в японском жёлобе, где океаническая земная кора погружается под материковую. 44. Золото в океане. По средним подсчётам, океан содержит, в растворённом виде десятки миллионов тонн чистого золота, но стоимость химических методов его добычи значительно превышает стоимость извлечённого металла. 45. Самые крупные животные океана. Самая крупная рыба, обитающая в мировом океане, китовая акула. Отдельные особи этого вида имели длину 12,65 метра и достигали массы более 21,5 тонны. Сегодня китовые акулы живут во всех тропических и умеренно тёплых морях. Но самый крупный обитатель мирового океана, конечно же, синий кит. Его длина достигает 33 метров, а масса животного может превышать 150 тонн. 46. Самая маленькая рыба океана. А вот самой маленькой рыбой в мировом океане, считается скиндлериабры виппингвис, обитающая в коралловых лагунах барьерного рифа. Рыбки этого вида достигают, лишь 8,4 мм в длину. 47. Самая страшная рыба на планете. Рыба-капля глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую из-за её непривлекательного внешнего вида, часто называют одной из самых страшных рыб на планете. Эта рыба обитает на глубинах, от 600 до 1200 метров, у побережья Австралии и Тасмании, где её в последнее время стали всё чаще вылавливать рыбаки и продавать как сувенир, из-за чего этот вид рыб находится под угрозой исчезновения. Рыба-капля состоит из студенистой массы с плотностью, немногим меньше плотности самой воды. Это позволяет рыбе-капле плавать на таких глубинах, не расходуя большого количества энергии. Отсутствие мускулов для этой рыбы не проблема. Она глотает практически всё съедобное, что перед ней проплывает, но преимущественно питается моллюсками и ракообразными. 48. Ложное дно океана. Известны случаи, когда в океане образовывалось ложное дно. В 1942 году несколько специалистов-акустиков обнаружили в океане на глубине 300-450 метров странную отражающую звуковые волны прослойку. Позже оказалось, что ночью этот неизведанный слой поднимался к поверхности моря, а днём опускался на глубину. Тогда-то стало ясно, что ложное дно может быть образовано живыми организмами, которые избегают дневного света. Появлялось множество предположений, какие именно организмы создавали ложное дно. Но в итоге оказалось, что это делали кальмары, в стаях они умеют распределяться в виде равномерной плотной массы, которая может стать препятствием для звука. 49. Лиственный морской дракон. Лиственный морской дракон, тряпичник или морской пегас – одно из самых удивительных существ в мировом океане. Полупрозрачные нежные зеленоватые плавники покрывают его тельцы и постоянно колышутся от движения воды. Хотя эти отростки и похожи на плавники, они служат только для маскировки. Длина этого существа достигает 35 см, а обитает оно лишь в одном месте у южных берегов Австралии. 50. Водоворот Мальстрим. Мальстрим – это водоворот, который имеет достаточно скромный масштаб, но у моряков он вызывает трепет и ужас. Здесь также пропадали небольшие суда, исчезая в недрах океана. Водоворот появляется два раза в сутки, в Норвежском море, у залива Вестфьорд недалеко от северо-запада Норвегии. Этот водоворот известен из рассказа «Низвержение в Мальстрим», который написал Эдгар По в 1841 году. Он рассказывал о губительных силах природы. Внутри воронки образуется впадина, которая намного метров ниже уровня океана. При этом энергии, внутри водоворота в десятки раз больше, чем у обычного течения. Отмечен и тот факт, что один раз в сотню дней движение водоворота, меняется на противоположное. Разумеется, природное явление не является единственным, в своем роде. Оно отмечено и в других частях земного шара, в том числе и в Бермудах. Если нет никаких препятствий, то в северном полушарии земли такие водовороты, будут вращаться против часовой стрелки, а в южном по часовой, что обусловлено движением земли. Однако в этом районе, вследствие неровностей дна, естественных уклонов и других переменных факторов, течение может изменяться. 51. Глубоководный фотосинтез. На дне океана может, и нет солнечного света, однако некоторые бактерии около гидротермальных жерл используют темно-красное свечение жерл для фотосинтеза и выработки еды для себя. Ученые до сих пор пытаются понять, как это возможно. 52. Адский вампир. Адский вампир является странным существом, которое производит свой собственный свет посредством светящихся кончиков щупальцев и пятен по бокам. Если его потревожить, он может выпроснуть чернила, которые светятся. 53. Потерянные подводные лодки. В 1968-м произошла потеря подводных лодок четырьмя странами, США, России, Израилем и Францией, причем ее не могут объяснить и по сей день. Некоторые предполагают, что потеря могла быть попыткой правительств скрыть, по крайней мере, в случае США, промахи торпед с ядерными боеголовками. 54. Бактерии, живущие в глубинах морского дна. Можно предположить, что под морским дном не может быть ничего живого, однако ученые недавно обнаружили бактерии, живущие на глубине приблизительно 300 метров. Бактерии, обнаруженные в ходе бурения земной коры, на морском дне, питались осадками многомиллионной давности. 55. Гигантский липтоцефал. За всю историю были обнаружены лишь две особи вида угрей под названием, гигантский липтоцефал, и они обе были личинками. Длина первой, обнаруженной у побережья Южной Африки, составляла 184 сантиметра, а это значит, что длина взрослой особи может достигать более 21 метра. 56. Загадочная акула из Марианского жёлоба. Исследуя морскую жизнь на дне, очень глубокого залива Суруга, японские ученые выставили приманку, чтобы привлечь представителей морской фауны. Они не ожидали увидеть среди них акулу, длина тела которой составляла, не менее 9 метров. Некоторые ученые говорят, что это был самый крупный из зарегистрированных представитель вида, тихоокеанской полярной акулы, третий по размеру, однако другие считают ее доказательством того, что огромнейший доисторический мегалодон существует и на данный момент. 57. Подводные водовороты. Подводный водоворот можно сравнить с подводным торнадо. Такие водовороты существуют над некоторыми подводными жерлами. В определенных условиях они могут сорваться с места и закружиться, как летающие тарелки, перенося жар, химические вещества и организмы по всему океану. Это похоже на то, как ветер переносит споры одуванчика. 58. Серное озеро. В пределах Тихоокеанского вулканического огненного кольца находится озеро. Это озеро особенное, так как оно находится под водой и состоит из расплавленной серы. Озеро располагается на глубине 400 метров, ниже уровня моря, и его область кишит морской жизнью, включая крабов и креветок, специально приспособленных для жизни в подобных условиях. 59. Малоротая макропина. Малоротая макропина – это рыба с очень редким и практически неизученным составом тела. Ее голова покрыта прозрачным куполом, наполненным жидкостью. Помимо этого, ее глаза, похожие на бочонки, смотрят наверх, сквозь купол. Если она находится в горизонтальном положении в воде, ее глаза могут смотреть вперед при изменении положения. 60. Большое аморфное существо. Недавно в интернете было опубликовано видео, на котором было показано, гигантское аморфное каплеобразное существо, которое плавало возле глубоководной буровой установки. Существо пульсировало, рядом с подводными камерами, в течение достаточно долгого времени, чтобы привлечь к себе внимание. Светящееся изнутри существо невероятно огромного размера, постоянно колебалось и меняло свою форму. Некоторые предположили, что это было совершенно неизвестное создание из глубин океана. Другие сочли, что это может быть доказательством, какого-то инопланетного присутствия на глубине, куда не могут добраться люди. Большинство же исследователей заявили, что это гигантская медуза, которую побеспокоила буровая установка. 61. Хрустальная пирамида в глубине океана. Ходит множество историй о странных хрустальных пирамидах, которые нашли глубоко в океане, предположительно недалеко от Бермудского треугольника. Те, кто настаивают на существовании подобных артефактов, утверждают, что большинство ученых знают о них, но все отрицают по конспиративным причинам. Тем не менее, подавляющее большинство исследователей настаивают, что эти рассказы о хрустальных пирамидах в океане являются введением в заблуждение. Подобные истории якобы начали появляться после того, как аферисты заявили, что нашли в районе верхушки одной из подобных пирамид, отломившийся кусочек хрусталя, который якобы обладал магическими свойствами. 62. Атлантида – реальность или вымысел. Многие теории о потерянном городе Атлантида совершенно дикие и фантастические. Некоторые говорят, что Атлантида находится в Бермудском треугольнике, хотя в легендах никогда не упоминается ее присутствие в том районе. Другие считают, что куполообразные города Атлантиды до сих пор сохранились глубоко под водой. Историк по имени Беттани Хьюз изучала древний миф об Атлантиде и поняла, что Платон вероятно под видом Атлантиды аллегорически описал остров Санторини, находящийся недалеко от Древней Греции. Люди, которые жили в фере, городе на этом острове, были очень опытными купцами и торговцами, которые извлекали выгоду из стратегической позиции между тремя континентами. Это позволило им стать очень богатыми и привести фере к процветанию. К сожалению, жители острова понятия не имели, что они на самом деле живут прямо на вершине вулкана. В 1620 году до нашей эры, вулкан буквально взорвался извержением, причем взрыв был настолько огромным, что он повлиял почти на весь мир. Платон почти наверняка слышал о нем. Остатки фере прекрасно сохранились, подобно знаменитому городу Помпеи, также погибшему от извержения вулкана. 63. Гидрат метана – новый источник энергии. Гидрат метана – странные кристаллические структуры из смершихся вместе воды и метана. Еще со времени открытия залежей газовых гидратов несколько десятилетий назад правительство начали всерьез изучать гидраты в качестве формы альтернативной энергии. Гидраты метана безусловно очень пригодятся в случае нехватки других природных газов, но есть определенные проблемы. Во-первых, как и в случае с любой подводной разведкой, промышленная добыча будет очень дорогой. А во-вторых, экологи опасаются, что подводное бурение может привести к настоящим бедствиям. 64. Колодец Тора. Этот необычный колодец находится на мысе Перпитуа в центральной части побережья штата Орегон. Каменная воронка во время приливов и отливов живописно наполняется водами Тихого океана. Бурлящие волны с шумом и брызгами наполняют ее водой и выплескиваются обратно на высоту в 6 метров. Примечательно, что ученые до сих пор не могут объяснить появление углубления и исследовать его дно. Предполагается, что колодец связан с сетью подводных пещер. 65. Красный прилив. Это общее название явления, которое обозначает внезапное массовое размножение бурых водорослей. Продукты жизнедеятельности этой биомассы связывают весь кислород, поэтому рыбы в такой воде сразу же погибают. Такое красивое, но опасное явление характерно для сезона дождей. 66. Ледяные цветы. Такое океаническое поле цветов можно наблюдать в центральной части Северного Ледовитого океана. Ледяные скульптуры на границе воздуха и воды возникают, только в условиях очень сухого воздуха, температура которого должна быть ниже, чем температура воды. Ученые говорят, что эти сюрреалистические цветы расцветают прямо на глазах и могут достигать 6-7 см в диаметре. 67. Галаклин. Это явление было описано еще Жаком Ивом Кусто при исследовании Гибралтарского пролива. Из-за разной плотности, солености и температуры воды возникает четкая граница между двумя морями, которые практически не смешиваются. В датском городе Скагин, стоя на берегу, можно увидеть встречу Северного и Балтийского морей. 68. Подводные змеи. Подводные змеи похожи на обычные водоросли, но их яд очень опасен. Эти животные достаточно миролюбивы, если их не тревожить. Много лет назад эти змеи были сухопутными, но по непонятным причинам, покинули сушу и поселились в морях и океанах. Под водой они могут находиться около часа, впитывая кислород из воды с помощью кожи. Змеи маскируются под камни, подводные растения или водоросли, чтобы усыпить бдительность рыбы и напасть на нее. 69. Водоворот. Вращающаяся на огромной скорости масса воды, образует воронку, которая затягивает не только людей, но и корабли. Чаще всего водные смерчи образуются в узких проливах. Наступает пик прилива, начинается отлив, но огромная масса воды не успевает вернуться обратно. Тогда отливное течение сталкивается с приливным, вода начинает вращаться в небольшом пространстве и стремится к внешнему краю водоворота, создавая эффект воронки. 70. Пиросомы. Пиросомы, или огнетелки, очень редкие подводные существа. Из-за этого дайверы сравнивают их с единорогами. Пиросома выглядит как один цельный организм, хотя на самом деле состоит из многих мелких зооид, которые воспроизводят точные копии самих себя. Пиросомы могут вырастать до размеров кита. 71. Океанский млечный путь. Недавно были замечены, блуждающие в океане голубые вспышки. Удивительны они тем, что их видно со спутников. Ученые строят разные предположения. Кто-то говорит, что это просто большие скопления люминесцентных организмов. Другие утверждают, что это невозможно, ведь концентрация бактерий в воде должна быть просто невообразимой, чтобы свечение было видно со спутника. Так или иначе, точного ответа на этот вопрос пока не существует. Загадка остается неразгаданной. 72. Волна убийцы. Волны убийцы встречаются крайне редко. И слава богу. Их высота достигает 30 метров, а предсказать их появление почти невозможно. Моряки говорят, что такие волны выглядят как настоящие стены воды. 73. Подводные сосульки. Они встречаются в холодных морях и океанах, особенно, вблизи ледников. Когда морская вода замерзает, часть солей вытесняется, образуя насыщенный и тяжелый соляной раствор, который стекает по льду в обычную, менее холодную и соленую морскую воду. Далее этот раствор опускается вниз, под действием собственной тяжести, попутно замораживая воду с которой соприкасается. 74. Акулы-каннибалы. Акула может нападать на себе подобных на мелких акул, иногда даже того же вида. Ученые лишь недавно столкнулись с таким поведением акул. Считается, что они на это способны лишь в случае сильного и длительного голода. 75. Загадочная структура в Галилейском море. В 2003 году ученые были немало удивлены, когда обнаружили массивную каменную круглую структуру, под водой на глубине 9 метров в Галилейском море, Израиль. Эта структура состоит из базальтовых пород, имеет форму конуса и в два раза больше по диаметру, чем Стоунхендж в Великобритании. Только недавно были опубликованы результаты исследований этой странной конструкции. Археологи утверждают, что она имеет очень схожие черты с древними общинами-могильниками, которые находят по всему миру. Структуры подобных размеров ранее найдены не были, поэтому исследователи не могут сказать, когда эта структура могла быть построена. 76. Таинственные подводные сооружения на картах Google. Странные круглые структуры видно на снимках из космоса у берегов Флориды, Северной Каролины и Белиза. Их заметили археологи и исследователи странных мест на снимках Google Earth. Хотя подобные аномалии были замечены во многих других уголках мира, исследователи пока точно не знают, что это. Некоторые верят, что когда-то эти круглые строения могли быть могильными холмами. Эти структуры очень похожи на каменные структуры, найденные в Саудовской Аравии. Вероятно, они лучше сохранились под водой, чем на суше и датируются примерно восьмым тысячелетием до нашей эры. Структуры, найденные в Саудовской Аравии, имеют возраст около девяти тысяч лет. 77. Странное сооружение в Канадском озере. Дайверы обнаружили следы прошлого древних жителей Западной Канады во время участия в уникальном подводном проекте в 2005 году. Они нашли очень любопытную каменную структуру на глубине, около 12 метров в озере Макдональд, провинции Онтарио, Канада. Эта структура состоит из вытянутого куска камня, весом около 450 килограмм с почти ровной поверхностью, который покоится на семи камнях, размером с бейсбольные мячи, которые, в свою очередь, стоят на плите весом около тонны. Сначала было выдвинуто предположение, что это природная структура, пока геологи и археологи не изучили снимки структуры, более детально. Было доказано, что этот объект был создан человеком. 78. Брайникл, ледяной палец смерти Брайникл или ледяной сталактит, представляет собой нисходящую трубу льда, заключенную в поток соленой воды. Эта загадочная находка, получившая название ледяной палец смерти, на самом деле больше восхищает, чем пугает. Подводные сосульки были обнаружены в 60-х годах. Они образовываются, когда морской лед трескается и вытекает соленая вода. Поскольку солевой раствор плотнее, чем окружающая вода, он опускается на дно океана и продолжает расти, что пагубно сказывается на жизни любого существа, с которым он вступает в контакт, отсюда и его зловещее прозвище. 79. Стоунхендж озера Мичиган. Хотя Стоунхендж в Великобритании является одним из самых известных в мире древних каменных памятников, он далеко не единственный. Похожие каменные сооружения были обнаружены по всему миру. В 2007 году, во время исследования дна озера Мичиган, с помощью гидролокатора группа подводных археологов, обнаружила серию камней, выстроенных в круг на глубине 12 метров. На одном из камней был обнаружен выгравированный рисунок. Изображение похоже по очертаниям на мастодонта, животное, которое вымерло около 10 тысяч лет назад. Версия о древнем Стоунхендже достаточно правдоподобна, ведь ученые уже находили подобные структуры в этом районе. 80. Железомарганцевые шарики на дне океана. Эти маленькие шаровидные образования, конкреции, интересное природное явление, которое никто не смог полностью объяснить, но они встречаются в каждом океане. Особенно обширный слой металлических шариков из марганца расположен на морском дне между Южной Америкой и Африкой. 81. Открытие в Камбейском заливе. В мае 2001 года было объявлено об открытии руин древнего города в Камбейском заливе. Это открытие было сделано с помощью гидролокаторов. Древний город был расположен на ровной местности, были обнаружены жилые помещения, выстроенные ровными рядами, дренажные системы, бани, амбары и крепость. Город принадлежал древней инской цивилизации. Последовали детальные исследования этих мест, были обнаружены артефакты. Среди них, древесина, датируемая примерно седьмым тысячелетием до нашей эры, камни, которые были похожи на орудия труда, окаменелые кости, осколки посуды и даже зуб. 82. Океан – родина существ, которые являются почти инопланетянами. Есть такие микроскопичные монстры, которые называются тихоходками. Их описали еще в 1773 году. Живут они в воде, не только в морской, но и пресной. Интересны они тем, что их выносливость феноменальна. Тихоходки могут жить при температуре, минус 193 градуса по Цельсию, они могут выдерживать нагрев, до 100 градусов по Цельсию в течение часа. Им не страшна радиация. Если для человека смертельная доза радиации составляет 500 рентген, то тихоходок не всегда убивает 570 тысяч рентген. Ученые успели поиздеваться над ними в открытом космосе. Их поместили на 10 дней в космическое пространство, и они вроде бы были исушеными, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись к нормальному состоянию. Выглядят они, кстати говоря, довольно угрожающе. 83. В заключительном пункте мы бы хотели рассказать несколько интересных фактов об океане. В океане живут старейшие животные планеты. Сколько живет человек? Если повезет, больше 70 лет, куда реже доходит он до 100, и почти никогда не переходит эту границу. Существа океана могут похвастаться рекордными показателями своего долголетия. 500 лет. Срок, который кажется для одного человека очень большим. Но не для моллюска Мин, Арктика-Ислэндика, который прожил 506 лет. Колоссальная цифра. Если весь лед в океане растает, уровень воды поднимется на более чем 60 метров. Мы знаем, что полюса нашей планеты скованы огромным слоем льда. Однако мало кто представляет масштабы. Основная масса льда на земле Антарктида. Поменьше льда в Гренландии и в океане. Вместе они содержат в себе огромное количество воды, которая может поднять океан на высоту 20-этажного дома. Давайте представим, что весь лед резко растает, что конечно невозможно. Плавающий лед не страшен силой Архимеда спасет нас, и уровень воды повыситься не должен. А вот стоячий опасен. По разным подсчетам стоит ожидать повышения океана, на более чем 60 метров при таком событии. Посмотрите на 6 фото. Синим закрашено то, что было бы затоплено при таком повышении. Довольно приличная территория. Будем надеяться, что такой поворот останется только в наших фантазиях, а мировые льды так и останутся твердыми кусками материи. Но нам повезло. Даже при самом плохом сценарии 21 век, всемирным потопом не сулит. Океан производит наибольшее число кислорода на планете. Мы привыкли слышать, что деревья вырабатывают кислород, которым мы и дышим. Это правда. Но не все знают, что наибольшее количество кислорода выделяется именно океаном. 70%. Примерно столько кислорода дает Земле водная система. Основную благодарность стоит выделить фитопланктону. Именно он является основным поставщиком кислорода, выделяя более чем в 10 раз больше кислорода, которое нужно ему самому, у деревьев этот показатель меньше. Мало кто знает об этих полезных существах, к ним относятся цианобактерии и различные водоросли, а ведь благодаря им мы и существуем. Океан также поглощает углерод, спасая нашу планету от парникового эффекта и аномальных температур. 30% углерода поступает в океан с поверхности. Нам известно только около 10% живых организмов океана. Каждый год ученые открывают и описывают около 2000 морских видов. Однако океан по-прежнему почти не изучен. Данные, опубликованные в PILOS Biology в 2012 году, говорят о том, что около 90% живых организмов еще предстоит изучить. Представьте, сколько неисследованного таится у нас под носом. Даже о поверхности Марса, который так далек от нас, мы знаем лучше, чем о потаенных уголках своей планеты. По оценкам, на дне океана находится около 3 миллионов обломков кораблей, потерпевших крушение. По данным ученых, океан скрывает миллионы затонувших кораблей. Их возраст может достигать тысячи лет. Ценность таких памятников культур очень велика. Они скрыты от чужих глаз. Тут нет мародеров. Поэтому и корабли могут сохраниться в полном комплекте. Однако океан изучен очень слабо. А тысячи лет мореплавания и кораблекрушений накопили немало обломков, которые человечество найдет очень нескоро. В океане находится самая крупная свалка мусора. Факт, идеально показывающий негативное воздействие человека на океан. Большое тихоокеанское мусорное пятно самое большое скопление мусора в мире. Как вы могли понять из названия, оно расположено в Тихом океане. Его площадь от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров и более. Чтобы лучше понимать масштаб, переведем это в проценты, от 0,41% до 0,81% Тихого океана. Такая свалка в океане вредит ее обитателям. Многие животные принимают мусор за еду, он застревает и убивает их. А вредные вещества от мусора попадают в воду. Это можно смело назвать природной катастрофой. Большой барьерный риф – колоссальный природный объект, состоящий из живых организмов. К счастью, не только мусор может скапливаться. В Тихом океане находится одно из красивейших мест планеты – Большой барьерный риф. По своей площади – 344 тысячи километров. Он превосходит Великобританию, а многие называют его чудом света. В данной экосистеме сосуществуют 30 видов китов и дельфинов, 133 разновидности акул и скатов, 625 видов рыб и многие другие. К сожалению, наследию ЮНЕСКО угрожает деятельность человека и другие факторы, такие как глобальное потепление. Будем надеяться, что данное чудо природы будет существовать еще много лет. Ширина Тихого океана превосходит диаметр Луны в 5 раз. Звучит странно, как один океан может быть больше целой планеты. Однако это правда. Немного сухих цифр. Диаметр Луны 3474 километра. Ширина океана 19500 километров с востока на запад. 19500, делим на 3474 и получаем 5,6. Получается, Тихий океан больше диаметра Луны, более чем в 5 раз. Кстати, длина экватора Луны 10921 километр, что также меньше ширины Тихого океана. То есть, человеку, двигающемуся с одинаковой скоростью, быстрее обойти Луну, чем пройти Тихий океан, понятное дело, мы не учитываем другие условия Луны и жидкость океана. Впечатляет. Большая часть поверхности Земли находится в постоянной темноте. Свет может пробиться только на 100 метров в водную глубину. Средняя глубина океана куда больше, а именно 3,7 километра. Так как суша занимает только 30% планеты, то получается, большая часть Земли всегда находится во мраке. Абсолютная темнота покрывает глубины океана, и в отличие от суши, она никогда не сменяется светлым днем. Самая глубокая часть океана имеет глубину примерно 11034 метра. Этот район называется Бухтой Челленджера и расположен в западной части Тихого океана, в южной части Марианской впадины. Океан полон черных дыр. В океанах, судя по всему, есть водные аналоги космических черных дыр. Речь идет о водных водоворотах, которые обладают теми же математическими свойствами, что и черные дыры. Массивные водовороты в южной части Атлантического океана несут контрольные сигнатуры. Названные водоворотами, океанские черные дыры имеют размеры больше современных городов. Их плотность настолько велика, что они собирают миллиарды тонн океанской воды, в результате чего ничто не ускользнет от них. Температура гидротермальных жерлов, также известных как глубоководные жерла, может достигать чуть больше 370 градусов по Цельсию. Ученые впервые обнаружили гидротермальные источники в 1977 году, исследуя океанический хребет около Галапагосских островов. К своему удивлению, ученые также обнаружили, что гидротермальные жерла окружены большим количеством организмов, которых раньше никто не видел. Эти биологические сообщества зависят от химических процессов, возникающих в результате взаимодействия морской воды и горячей магмы, которая выбрасывается подводными вулканами. Гидротермальные жерла являются результатом просачивания морской воды вниз, через трещины в океанической коре, вблизи центров спрединга или зон субдукции, места на Земле, где две тектонические плиты движутся друг от друга или навстречу друг другу. Холодная морская вода нагревается горячей магмой и снова выходит обратно, образуя жерла. Морская вода в гидротермальных источниках может достигать температуры более 370 градусов Цельсия. Горячая морская вода в гидротермальных источниках не вскипает из-за чрезмерного давления на глубинах, где они образуются. Океан может в буквальном смысле раздавить вас. По данным Национальной океанической службы, чем глубже вы погружаетесь в море, тем больше давления воды, давящей на вас. На каждые 10 метров, когда вы погружаетесь, давление увеличивается на одну атмосферу. 100 взрослых слонов на своей голове. Примерно такой вес вы почувствуете на дне Марианской впадины на глубине почти 11 тысяч метров. Вес воды создает давление, точнее гидростатическое давление, что является одним из наиболее важных факторов, влияющих на глубоководную жизнь. Давление увеличивается на одну атмосферу, на каждые 10 метров глубины, с одной атмосферы на поверхности океана, до примерно 1100 атмосфер на дне. Чтобы вода обошла всю планету, требуется около тысячи лет. В одном миллилитре океанской воды может содержаться, около 10 миллионов вирусов. Море полно микроорганизмов. Менее 1 миллиметра, и часто состоящие из одной клетки, они бывают любой формы и размера, которые только можно вообразить, от бактерий и микроводорослей до простейших. Но есть в мировом океане также и вирусы, неполные сущности, которым нужен хозяин для репликации и выживания. Независимые вирусные частицы имеют невероятно простую структуру. Они состоят из генетического материала в форме ДНК или РНК и окружены белковой оболочкой. Каждый имеет размер от 20 до 200 нанометров. Хотя они могут показаться незначительными, вирусы самые распространенные сущности в океане. Всего в одном миллилитре прибрежной воды, взятой с поверхности океана, может содержаться до 10 миллионов вирусов. Количество вирусов уменьшается по мере удаления от берега и вглубь воды, и по мере того, как мы достигаем открытого моря, вероятно будет около 100 тысяч вирусов на миллилитр на глубине 4000 метров. Фактически, количество вирусов в океане превышает количество звезд в Млечном Пути. Однако важно отметить, что эти вирусы, действительно играют важную роль в экосистеме, и многие из них не вредны для человека. В океане есть каньоны гораздо крупнее Гранд Каньона. Каньон Жемчуг, расположенный в Беринговом море, имеет вертикальный рельеф 2,6 километра, то есть, он примерно на 760 метров глубже, чем Гранд Каньон. Самые большие океанские волны находятся под водой. Самые большие океанские волны не получится увидеть с берега. По словам физика-океанолога Кима Мартини, самые большие волны в океане возникают между двумя слоями водной толщи водоема с разной плотностью. По мере того, как эти внутренние волны распространяются на тысячи километров, они могут вырастать до 200 метров в высоту. Кораллы производят свое собственное солнцезащитное средство. Слишком большое количество солнечного света может повредить водоросли, обитающие в кораллах на мелководье. Чтобы защитить водоросли, которые являются основным источником их существования, кораллы флуоресцируют. В результате они производят белки, которые действуют, как своего рода солнцезащитный крем для водорослей. Самая длинная горная система на планете находится под водой, и она в 10 раз длиннее Анд. Самая длинная горная система над водой, Анды, их длина составляет около 9000 километров. Однако на самом деле, самый длинный горный хребет на Земле, это подводный срединоокеанический хребет, который проходит между всеми континентами и насчитывает примерно 65 тысяч километров в длину. Один айсберг может обеспечить питьевой водой миллион человек сроком на 5 лет. В крупном айсберге в Антарктиде содержится более 75 миллиардов литров воды, что потенциально может обеспечить питьевой водой 1 миллион человек сроком на 5 лет. Одна компания в Объединенных Арабских Эмиратах планирует начать буксировку айсбергов из Антарктиды к побережью, как раз по этой причине. В стране выпадает, в среднем всего 10 сантиметров осадков в год, и в ближайшие 25 лет ей грозит серьезная засуха, но возможно вода из айсбергов поможет ОАЭ решить эту проблему. Раньше Средиземное море было сухим. Средиземное море было сухим бассейном, пока примерно 5 миллионов лет назад, во время наводнения в Занклине вода из Атлантики не хлынула через Гибралтарский пролив, заполнив бассейн. Существует множество теорий о том, как это произошло, но согласно одной пугающей теории, бассейн наполнился всего за два года, благодаря огромному потоку воды. Большая часть вулканической активности Земли происходит в океане. 90% всей вулканической активности на планете происходит в океане, а самая большая известная концентрация действующих вулканов находится в южной части Тихого океана. Эта территория не больше Нью-Йорка, но на ней находится огромное количество вулканов 1133. Цунами движутся со скоростью 800 км в час. Цунами появляются в результате сейсмической активности и могут перемещаться через океан со скоростью 800 км в час, когда глубина океана составляет 6 км. Эти волны обычно остаются незамеченными, так как они выступают всего на несколько сантиметров над поверхностью. И по мере того, как они движутся к суше, а глубина уменьшается, они накапливают воду и возвышаются над поверхностью, но к счастью замедляются. Соединенные Штаты потеряли в океане водородную бомбу. Каждый год в океане пропадают транспортные контейнеры, и, увы, разливы нефти считаются уже обычным явлением. Но в 1966 году Соединенные Штаты умудрились потерять в океане водородную бомбу. К счастью, в конце концов ее удалось найти, благодаря испанскому рыбаку. Океан притягивает тепло. Океан самый большой сборщик солнечной энергии на Земле, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Распространение парниковых газов не дает теплу, покинуть атмосферу нашей планеты, и вся эта энергия должна куда-то уходить. Увы, она уходит прямо в океан. В результате за последние несколько десятилетий температура океана резко повысилась. У нас есть более подробные карты Марса, чем океана. По данным Национальной океанической службы, мы исследовали менее 5% океана. По сути, у нас есть более подробные карты Марса, чем океанов, хотя он находится примерно в 228 миллионах километров от нас. На этом я бы хотел закончить это видео, с 83-мя тайнами и загадками океанов, не разгаданных до сих пор. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. На Луне людей побывало больше, чем в самой глубокой точке океана. Знаешь, сколько людей побывало на Луне? 12. А сколько человек посетило бездну Челленджера, самую глубокую точку Марианской впадины? Три, и одним из них был Джеймс Кэмерон. Вот такими у нас получились 83 тайны и загадки океанов, не разгаданные до сих пор. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео, и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео, в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые усилия не напрасны.